Все мы так или иначе любим нерф-пистолеты, за их надежность, маленькую стоимость, отличные боевые характеристики. С маленькими бластерами можно не только ввести фановые перестрелки, где у твоих оппонентов будут точно такие же модели по безопасу и боевым характеристикам, а также брать их на вторичный, используя к своим основным бластерам. Но со вторичкой от нерф есть одна маленькая загвоздка. Она малоэффективна, то есть ты просто можешь достать какой-нибудь желтый или стронгарм, пальнуть а-ля куда-нибудь и, возможно, попадешь во врага, но смысла в этом мало. Выкидывай магазин нахрен, выкидывай нахрен, попафоснее, вот, да, правильно. Так, воркеры должны платить мне деньги за то, что я даю им новых покупателей. Ёжкин, какой он крутой. Вот, кофе-харик. Офигенный. Вот, так и надо. Но сегодня я хочу показать поистине лучшую вторичку. Маленький, универсальный, дешевый, скорострельный, мощный. Воркер. Харики. В чем фишка этого бластера нерф? Ну, а в том, что это не нерф, это воркер. Воркер это именитая компания, которая делает улучшения к своим бластерам, как и внешний по типу всяких обвесиков, прикладиков и прочего, так и настоящих модов, которые улучшают дальность, точность, переводят бластеры на другой тип стрел. И это в целом очень и очень хорошая компания. Кстати, если помните мой кастомный страйф за 10 тысяч рублей, то там стояли некоторые комплектующие от этой компании. Прежде чем что-либо рассказывать про эту малютку, поймите, что она меньше стронгарма или квадрота, при этом вытворяет то, что ни один из вышеперечисленных нерф пистолетов не может. Сам Харик устроен максимально просто. У него на корпусе всего две кнопки. Это кнопка включения и выключения и триггер. И он же отвечает за разгон моторов и непосредственную подачу пульки в сами колеса, которые пинают дальше дарт. Магазины здесь снимаются очень и очень просто, без нажатия каких-то лишних кнопочек и прочей ерунды. Нам надо его просто взять и потянуть вверх. Притом устанавливается он максимально просто. Нам надо установить его жопкой в пимпочке на бластере, после чего задвинуть и он зафиксируется. И если накупить таких магазинов целую гору, то их можно менять буквально за одну секунду. При этом если их куда-нибудь уронить, то им ничего не будет. Они очень и очень прочные. Магазин Харико заряжается интересным способом. Когда мы его вытащили, он устроен в принципе как левольверный тип зарядки. То есть мы вставляем в него наш дарт, прокручиваем, вставляем еще один. И так, пока не зарядим, все шесть поролонов. Помимо того, если во время боя ваша шестерка закончится, вы можете докупить вот такой переходник, который тоже делает воркер, и печатать на него, кстати, на 3D принтере, поставить место, куда ставится наш магаз, и поставить сюда обычный нерф-магазин на 6, хоть на 8, а такого не, хоть на 18. сам все бластер очень и очень классный. Удобная рукоятка, отличный баланс, смена магазинов, доведена просто до идеала, без лишних движений, что делать это супер удобно. И ход триггера чувствуется просто великолепный. Когда стреляешь, выстрел ощущается прям очень и очень четко. Но знаете, какой самый главный минус Харрика? В том, что когда вы его распакуете, он будет стрелять хуже желтый, так как будет питаться от двух пальчиковых батареек. А это в два раза меньше, чем у Страйфа. И чтобы хоть как-то играть с этим малышом, вам надо ставить в него АМР батарейки. То есть аккумуляторы на 3,7 вольта, что почти в два раза больше, чем в обычной пальчиковой батарейке. Но и этого будет не хватать для комфортного нерфинга. Поэтому владелец данного бластера установил в него липо-аккумулятор на 11,1 вольт, что позволяет стрелять на очень дальней дистанции и зажимать без потери мощности. Также Леня, владелец данного бластера, поставил сюда кое-какие модификации, помимо аккумулятора, который увеличивает мощность нашему Харрике. Ну, во-первых, это металлический стволик, который банально улучшает точность. И это не стволы от нерф, а металлические реально работают. И это колеса поменены на моторах. Они там стоят такие, что когда в них попадает дарт, он прям вгрызается в поролон и с большей интенсивностью выплевут их ствола, тем самым увеличивая мощность бластера. Так мы получаем, что такая малютка стреляет на расстояние от 20 метров, может быть невероятно скорострельный и очень эффективный, имея такие крошечные размеры. Вы, наверное, все знаете крутых американских обзорщиков по типу Копа или Лорда Драконикола, которые всегда тестируют бластеры и покажут какие-то странные значения футов в секунду. Так вот, штатный дельтатруппер выдает в районе 70 футов в секунду, а эта малютка при суперскоростном зажиме в районе 110. Также на него можно на сайте производителя докупить всяких разных обвесов по типу приклада, всяких вешних нахлебучек, он будет выглядеть стильно, но я не понимаю, зачем это надо, так как харик прекрасен изначально своими размерами, что идеально позволяет его использовать как вспомогательный бластер. Также для него, кстати, можно докупить и кубуру, которая крепится на ремень и будет удобно висеть, и в случае чего вы можете просто его достать и зажимать просто как бог. И несмотря на то, что этот бластер в принципе позиционируется как вторичка, то есть вспомогательный, когда с основным что-то произошло, то владелец данного бластера отыграл им 10 месяцев как основным, занимая первые места и делая огромное количество киллов. Да, банально меняя вот такие маленькие магазины и используя переходник, который вставлял обычный нерф в магазы. Огромное спасибо клубу Дартсофт за то, что дали мне этот бластер на обзор и позволили его протестировать, так сказать, в полных красках. Смотрите их обзор по конеч заставке. С вами был Дизмон. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok